Вскоре после появления первых цветочков начинают свой полет разноцветные бабочки. Первой просыпается крапивница, а спустя неделю и лимонница. Это единственные бабочки в нашем регионе, которые зимуют взрослыми. Другие виды зимуют в виде куколок и находятся в отложенных яйцах. Пройдет несколько недель, прежде чем они начнут порхать над цветами. Первые бабочки произошли от мотыльков, живущих еще во времена динозавров. Их представители пережили всевозможные климатические изменения на Земле и дошли до наших дней. В зависимости от того, где они обитали, им приходилось приспосабливаться к местным условиям. Так появились различные их виды. На Мадагаскаре бабочки обладают самыми длинными хоботками, через которые пьют цветочный нектар. Их длина доходит до 28 сантиметров. А самая большая бабочка – павлиноглазка. Она имеет размах крыльев в 30 сантиметров. Она настолько огромна, что издалека кажется, что летит птица. Среди бабочек есть и совсем малышки. Например, эта бабочка – ацетозия. С крыльями всего в 2 миллиметра. У каждой бабочки своя расцветка. Но если ты тронешь крылышко, оно станет прозрачным. Так как радушные цвета находятся на своеобразной чешуе, осыпающейся при прикосновении. Перед тем, как начать лакомиться новым цветком, бабочка пробует нектар на вкус лапками. Среди всего изобилия цветов, расписные красавицы различают всего три. Желтый, красный и зеленый. Всего у бабочки 4 этапа формирования. Первый этап – это яйцо. Некоторые бабочки откладывают до тысячи яиц за лето. Чтобы яйца не уничтожили, самка прячет их в почве, под листьями, в специальные капсулы из своих желез, под разноцветные чешуки и даже передают на хранение муравьям. Второй этап – это гусеница. Гусеница появляется из яйца, оболочку которого она съедает, как только его покинет. После чего новорожденная гусеница приступает к поеданию листочка. Чаще всего гусеницы живут по отдельности. Но некоторые остаются семьей до превращения в куколку. Куколка. Когда гусеница достигнет нужного размера, начинается процесс окукливания. Внешне это выглядит, как будто она прицепилась к веточке и застыла. Со временем личинка превратится в куколку и будет находиться в таком состоянии, пока не станет бабочкой. Застывает именно куколка. Сама же личинка реагирует внутри нее на посторонние движения, но специально тревожить ее не стоит. В состоянии куколки она находится от пары недель до нескольких месяцев. Куколку ломать нельзя. От этого бабочка раньше не вылетит. В коконе она меняется. У нее растут крылышки и изменяется кожный покров. Если нарушить оболочку раньше времени, бабочка погибнет. После того, как изменения завершатся, бабочка разрушит кокон и выберется наружу. Прежде чем полететь, бабочка должна расправить свои крылышки. Во время нахождения в куколке они были плотно прижаты к ее туловищу. Как только они расправятся и полностью высохнут, бабочка полетит на поиски своей пары и тоже отложит яйца, подарив жизнь новым бабочкам. А что едят взрослые бабочки? Листья они больше не грызут. И не потому, что бабочки более утонченные существа, чем гусеницы, а потому, что у них отсутствует грызущий ротовой аппарат. Зато у них появляется хоботок, которым они пьют различные жидкости, почти как мы, через трубочку. Пьют они не только нектар, но и воду из лужи, сок деревьев и фруктов, а некоторые даже кровь. Субтитры создавал DimaTorzok